В эфире телеканала Видное ТВ новости Ленинского городского округа в студии Екатерина Коваленко. Здравствуйте! Вот главные темы выпуска. Самые актуальные вопросы здравоохранения поднимались на очередной встрече руководителей медицинских учреждений округа с жителями. Я почти постоянно хожу на эти встречи, и вы знаете, очень результативно. Внимание пешеходов в муниципалитете прошла социальная акция «Засветись». Эта акция проводилась для того, чтобы повысить безопасность пешеходов. Видно, прошла очередная встреча руководителей медицинских учреждений Ленинского округа с населением. На мероприятии обсудили актуальные темы, связанные с системой здравоохранения в муниципалитете. Юлия Стаферова узнала, какие вопросы интересуют жителей. В Видном продолжается серия встреч руководителей учреждений здравоохранения с местными жителями. В формате открытого диалога все присутствующие могут получить ответ на интересующие вопросы. Кроме того, на таких собраниях сообщают о строительстве современных медицинских учреждений на территории округа. Так, например, главный врач Видновской стоматологической поликлиники Геннадий Курятников рассказал о новом отделении стоматологии на улице Строительная, 14. Поликлиника будет достаточно интересная. Там новое оборудование, новые помещения, новые кабинеты, будет микроскоп, будет общий наркоз. То есть такие все ноу-хау, новые технологии. Такие встречи с населением проводят каждый месяц. Их планируют заранее. Всю необходимую информацию можно найти в открытых источниках. При этом предварительная запись не требуется. Присутствующие отмечают большую пользу от проведения таких мероприятий. Я почти постоянно хожу на эти встречи. И вы знаете, очень результативно. Потому что я живу в Горках Ленинских. И приезжаем мы сюда в поликлинику, в больницу. Ну, по талонам. Это очень сложно. Здесь решаю почти все свои вопросы. Благодаря обратной связи от жителей, медицинские специалисты решают много разных вопросов. Принимают правильные решения для улучшения доступности и качества медицинской помощи в Ленинском округе. Юлия Стоферова, Александр Логинов, Максим Константинов, Видное ТВ. Продолжается работа летних лагерей, развернутых на базе образовательных учреждений Ленинского округа. Сейчас идет вторая смена. В течение двух летних месяцев в лагерях отдохнули уже свыше 1400 детей. Преподаватели и вожатые делают все, чтобы будни отдыхающих были максимально насыщенными. И помогают им в этом культурные учреждения муниципалитета. Ежедневно мероприятия, посвященные истории родного края, экологии и науки, проходят в Виновском историко-культурном центре. Опытные лекторы учреждения знают, как сделать так, чтобы ребята не заскучали. Историко-культурным отделом запланировано много мероприятий о природе. Это и учись беречь природу, и земля – наш общий дом. Но все они только подчинены одной цели – помочь ребятам понять, что надо сохранять окружающий мир. А что такое окружающий мир, они уже здесь видят на мероприятии. Мы разбираем, они отвечают. Сегодняшняя лекция, посвященная экологии, носит соответствующее название – земля – наш общий дом. На нее приглашены ребята, отдыхающие в лагере «Улыбка» на базе Видновской гимназии. И стоит отметить, что подобные мероприятия проводятся и в учебное время, а посещают их не только школьники, но и воспитанники детских садов. С особым трепетом и заботой в Ленинском городском округе относятся к людям с ограниченными возможностями здоровья. Одним из заведений, где занимаются комфортом и безопасностью, является учебно-методический образовательный центр. Организации вручили добрую наклейку. Инга Инчук продолжит. Проект «Инициативное гостеприимство» реализуется в Видном при поддержке администрации, общественных организаций округа и Московского областного регионального отделения Союза женщин России. Наклейку «Знак качества работы» получает учебно-методический образовательный центр Ленинского городского округа. Это учреждение, которое работает на территории нашего региона уже более 25 лет. И все это время они постоянно уделяют внимание лицам с ограниченными физическими возможностями. В начале года в Ленинском округе был учрежден знак «Инклюзивное гостеприимство». Это наклейка, которая изображает руки, протягивающие сердце. Знак стал символом любви и толерантности к людям с ограниченными возможностями здоровья. «Это действительно награда. Это отмечен труд наших специалистов, психологов и логопедов. Дети приходят, мы им определяем не просто индивидуальный образовательный маршрут, мы им адаптированную программу, исходя из тех их заболеваний, которые они есть, чтобы они тоже могли обучаться и посещать наши образовательные учреждения, например, дошкольные. Творить добрые поступки и помогать тем, кто в этом нуждается, совсем не трудно. В Ленинском округе делают все возможное для людей с ограниченными возможностями здоровья». Инга Янчук, Евгений Бех, Максим Константинов. Видно ТВ. Пешеходы – одна из самых уязвимых категорий участников дорожного движения, поэтому тема их безопасности особенно актуальна. Сотрудники госавтоинспекции совместно с волонтерами «Молодой гвардии» провели социальную акцию «Засветись». Как она проходит на территории Ленинского округа, узнала наша съемочная группа. Возле кинотеатра «Искра» сотрудники госавтоинспекции округа и активисты «Молодой гвардии» объединились для проведения акции под названием «Засветись». Она направлена на повышение безопасности пешеходов, особенно в темное время суток. Наши помощники «Молодая гвардия» ребята сегодня напоминают о том, что наши участники дорожного движения должны быть яркими, заметными на проезжей части. Чтобы быть заметным на дороге, яркими заметными на дороге, особенно в темное время суток. Надо носить на себе специальные светоотражатели. Световозвращающие браслеты и наклейки «Такой набор» получили прохожие. Их нужно размещать на одежде, личных вещах, колясках, велосипедах, роликах и других предметах. Когда вечером дорогу переходишь, лепишь, они светятся. Правильно, это световозвращающие элементы. Вот теперь я вижу, что вы у меня уже молодцы, приняли участие в акции «Засветись». Свою сумочку можно разместить, браслетик можно на ручку одеть. И когда вы возвращаетесь вечером домой, вы у нас уже будете ярким и заметным пешеходом. Быть внимательными и заметными на дороге уже далеко не правило, а закон для всех участников дорожного движения. Важно не только проинформировать жителей, но и убедить пешеходов следовать всем рекомендациям безопасности. Мы раздавали обычным жителям, прохожим, ребятам на самокатах. Эта акция проводилась для того, чтобы повышать безопасность пешеходов. Сотрудники госавтоинспекции еще раз напомнили о правилах безопасного перехода проезжей части. Необходимости спешиваться с велосипеда и самоката и использовать светоотражатели в темное время суток. Модный аксессуар в виде брелока или браслета может спасти жизнь. Наталья Буслаева, Евгений Бех, Максим Константинов, Видное ТВ. И это все новости на сегодня. С вами была Екатерина Коваленко. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова